Всем привет! С вами Арина и свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game & World. Сегодня в выпуске. Известны новые подробности Mount Blade 2 Banner Lord. Для World of Warcraft анонсировано дополнение Legion. На Gamescom 2015 была объявлена дата выхода Battleborn. Опубликован новый постакополитический трейлер The Technomancer. Для DLC The Taking King Destiny сделали кинематографический трейлер. On their way back from the fire. Известна дата выхода DLC The White March для Pillars of Eternity. И еще на выставке E3 компания Obsidian Entertainment совместно со студией Paradox Interactive поведали несколько деталей, которые касаются первого дополнения для Pillars of Eternity. Правда, в тот момент разработчики не удосужились сказать точную дату выхода, но теперь они исправились. Дополнение носит название The White March и выходит оно уже 25 августа. Разработчики пообещали, что первое DLC принесет в игру огромное количество интересного контента. Новые артефакты, новые союзники, умения, локации и даже увеличится максимальный уровень героев. Кроме этого, историю грядущего дополнения писали те же самые умельцы, которые работали над оригинальной игрой. Эрик Фенстермейкер и Кэрри Паттель. А пока что рекомендуем посмотреть в очередной раз трейлер дополнения The White March. Известны новые подробности Mount Blade 2 Banner Lord. Студия Tailwords ранее сообщала, что на выставку Gamescom 2015 привезет свою новенькую Mount Blade 2 Banner Lord. В общем, обещание они сдержали. Именно поэтому был опубликован новый трейлер и некоторые детали, касающиеся игры. Во-первых, Mount Blade 2 Banner Lord будет работать на абсолютно новом движке, который станет намного дружелюбней к игрокам и фанатскому сообществу в целом. Во-вторых, события игры будут развиваться за 200 лет до того, как происходят события предыдущей части серии. В-третьих, игра сможет порадовать своей динамической сменой сезонов, обширным крафтингом и огромной экономической системой. И в-четвертых, изменятся сражения, появятся новые уникальные осадные орудия, причем которыми игроки смогут свободно управлять. А вот что касается даты выхода, разработчики ее пока не сообщили. Для World of Warcraft анонсировано дополнение Legion. На Gamescom 2015 компания Blizzard анонсировала новое дополнение для самой популярной MO-RPG в мире для World of Warcraft. Дополнение носит грозное название Legion. События этого дополнения развернутся на совершенно новом континенте на разрушенных островах. Причем это место станет целым новым континентом, где будут располагаться древние эльфийские руины. И, кстати, максимальный уровень теперь поднимется до 110. Известно, что появится артефактное оружие. Всего таких оружий будет 36, то есть по одному оружию на каждый имеющийся в игре класс. Причем это оружие сможет получить абсолютно каждый игрок, который начнет проходить данное дополнение. Конечно, не обошлось и без нового класса, которым станет охотник на демонов. Он будет иметь две уникальные специализации. Одна позволяет наносить быстро много урона, другая позволяет сделать из героя танка. Кроме этого, у этого класса будет некая демоническая ярость, которая даст возможность видеть сквозь стены и делать прыжки в воздухе. На Gamescom 2015 была объявлена дата выхода Battleborn. Каждый, кто верил, что студия Gearbox South Air выпустит игру Battleborn в этом году, наверное, будет очень огорчен тем, что дата выхода будет назначена на февраль 2016 года. Но не стоит слишком сильно унывать, так как стали известны некоторые детали, которые касаются героев в игре. К примеру, оказалось, что необычная девушка по имени Амбра родилась в очень древнем ордене жриц, которому под силу преодолели человеческую жизнь. Но так как Амбру предал лидер этого ордена, она начала бороться. Другая девушка по имени Мелка выделилась тем, что потеряла своих родителей в очень раннем возрасте. И именно это и ряд других потерь заставили ее стать тем, кем она есть – ассасином. Рейна – это глава пиратов, причем которая борется за их свободу. А вот Бенедикт – это эгоцентричный персонаж, который весьма неплохо обращается с ракетной установкой. Опубликован новый пост-такополитический трейлер The Technomancer. Несмотря на то, что студия Spiders не слишком сильно известна, ее можно узнать, к примеру, по игре Mars War Logs. А на данный момент эта студия при поддержке компании Focus Home Interactive занимается разработкой совершенно новой RPG The Technomancer. И вот на выставке Gamescom 2015 разработчики тоже решили похвастаться разработкой нового проекта. Был представлен трейлер, в котором главный герой бунтующих техноманцев Захария убегает от тайной полиции Марса. И, кстати, музыку, которая представлена в трейлере, пишет очень известный музыкальный композитор Оливье Деревьер. Между прочим, который прославился благодаря знаменитым саундтрекам в игре Alone in the Dark и Remember Me. Что касается сюжета, он остается пока не слишком понятен. Возможно, разработчики еще что-то нам поведают. А, возможно, будут таить, пока игроки сами не пройдут игру. В любом случае, это будет далеко не скоро. Для DLC The Taken King Destiny сделали кинематографический трейлер. В след за официальным трейлером, компания Activision совместно со студией Bungie выпустили кинематографический трейлер для DLC The Taken King. Говорят, что с данным дополнением игра заметно преобразится, но так ли это на самом деле? Сюжет этого дополнения будет продолжать историю, которая связана с королем Ориксом. В этом DLC он уже прибывает в солнечную систему, причем прибывает он не один, а с целой армией, дабы отомстить за уничтожение своего сына Крота. Теперь он собирается поглотить наши миры. В дополнение The Taken King появятся совершенно новые умения, новая экипировка и оружие, новые рейды и многое другое, с чем вы сможете познакомиться уже в игре. И мы напоминаем, что релиз этого DLC назначен на 15 сентября этого года, так что уж совсем скоро игроки смогут приступить к борьбе с королем Ориксом. Опубликован шестиминутный игровой процесс Homefront The Revolution. Выставка Gamescom 2015 – это место, куда приезжают самые крупные игровые издатели. Чтобы продемонстрировать свой очередной проект, где, кстати, опубликуют эксклюзивные скриншоты, минутные трейлеры, геймплеи и разнообразные DLC. В общем, разработчики игры Homefront The Revolution тоже не остались в стороне и решили опубликовать шестиминутный игровой процесс игры. А мы напоминаем, что события игры развернутся в Филадельфии. По сюжету, Северная Корея вздернула США и оккупировала всю страну. Как именно США проиграла войну, неизвестно. Но известно, что главный герой выступит в качестве лидера сопротивления. Поэтому, появится ли второй шанс у США, будет зависеть лишь от вас. Релиз игры состоится весной следующего года. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok